приветствую друзья продолжаем решать задачи потой а в сегодняшнем видео уроке произведем расчет цепи переменного тока на входе которой действует синусоидальный источник напряжения и необходимо найти зависимость тока на входе цепи от частоты а также нужно построить этот график решение начинаем с того что определяем общее сопротивление цепи а затем по закону ома запишем выражение для входного тока как отношение входного напряжения к общему сопротивлению и посмотрим как зависит этот ток от частоты в цепях переменного тока расчет цепи производится с помощью комплексных чисел поэтому запишем выражение для сопротивления конденсатора zc равняется 1 делить на g омега c где g это мнимая единица омега угловая частота c емкость конденсатора сопротивление конденсатора и резистор включены параллельно поэтому общее сопротивление данной цепи запишется так z общее равняется r умножить на zc делить на r плюс zc вместо zc подставим вот это отношение r умножить на 1 делить на g омега c r плюс 1 делить на g омега c здесь приведем к общему знаменателю числитель без изменения общий знаменатель будет g омега c здесь r g омега c плюс 1 g омега c сократится останется r делить на r g омега c плюс 1 получили общее сопротивление цепи тогда ток по закону ома есть отношение напряжения к общему сопротивлению формуле для общего сопротивления цепи в комплексном виде z зависит от угловой частоты ток запишем также от угловой частоты а затем уже вместо омега подставим 2p f и так и от омега и от омега будет равняться отношение входного напряжения к общему сопротивлению это то же самое что у делить на z общая и подставим вместо z общая эту дробь только дробь перевернем и ставим знак умножения g омега c плюс 1 делить на r подставим вместо омега 2p f получим и от f равняется у умножить на r g 2p f c плюс 1 и делить на r умножим на числитель получается дробная черта в знаменателе r здесь у умножить на r g 2p f c плюс у а теперь подчленно разделим на сопротивление у r g 2p f c поделить на r плюс у поделить на r если мы приведем к общему знаменателю получим вот эту дробь r и r сократиться в итоге получаем u g 2p f c делить на 1 плюс у поделить на r теперь по полученному выражению проведем анализ анализ зависимости тока от частоты так как нам нужно построить график зависимости тока нам нужно найти точку с которой будет начинаться кривая и вторую точку где будет заканчиваться эта кривая кривая начинается с точки где частота сети равна нулю и заканчивается в точке где частота сети равна бесконечности итак первая точка при f равной нулю посмотрим чему равен ток при такой частоте и f равной нулю равняется вместо f подставляем 0 числитель будет равняться нулю таким образом вся вот эта дробь равна нулю а здесь отношение напряжения к сопротивлению при f равной нулю ток будет равняться отношению u на r это будет первая точка вторая точка при f равной бесконечности и от f равной бесконечности равняется подставляем бесконечность вместо f получается в числитель бесконечности делить на 1 это бесконечность плюс u на r то есть бесконечность это говорит о том что в данной цепи если частота будет стремиться к бесконечности то есть увеличиваться все время то ток также будет стремиться к бесконечности изобразим график по оси y ток а по оси x частота это точка 0 при частоте f равной нулю то есть вот в этой точке ток равен отношению u на r например здесь u делить на r когда частота увеличивается и стремится к бесконечности ток также стремится к бесконечности отметим наши точки это точка 1 точка 2 здесь уже частоты бесконечно большие ток бесконечно большой вот таким образом решаются подобные задачи если будут какие вопросы по сегодняшнему видео уроку пишите постараюсь помочь то да и Продолжение следует...